Всем привет! Меня зовут Егор Еремеев и я путешествую по разным странам и посещаю учебные заведения в этих странах. Школы, университеты, колледжи. И сейчас я нахожусь в Монтрео. Мы с вами посмотрим очень уникальную школу, которая уже много лет принадлежит одной семье. Много лет это, я имею ввиду, больше ста. Школа была основана еще пра-пра-пра-дедушкой текущего управляющего директора школы, Алекса. Школа была основана в Цюрихе, а сейчас она находится в Монтрео. Монтрео представляет собой бутиковую школу. Что такое бутиковая? Ну, это приблизительно как пятизвездочный отель. Школа очень небольшая, в ней учатся меньше ста студентов. В школе, как происходит, длительное обучение. Также школа принимает студентов в летние лагеря и зимние лагеря. Здесь очень классная программа с катанием на лыжах. Ну, естественно, летом тоже в школе не дают детям скучать. Ну, точнее, летом это проще назвать летним лагерем, нежели школы. Так вот, одной из особенностей является то, что она находится в самом Монтрео. То есть она немножко не как другие швейцарские школы, находится в горах. Хотя мне кажется, что здесь все близко. Монтрео находится в самом Монтрео. То есть это город рядом с озером Лиман. И в то же самое время, для того, чтобы добраться до лучших склонов Швейцарии, вам придется потратить всего 45 минут. Поэтому в школе организуются зимние лагеря, когда детей отвозят сюда в горы для того, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Но это абсолютно не проблема. То есть вам не нужно жить где-то далеко в горах. Для школьников, которые учатся здесь, для детей, для них организуются очень крутые программы и мероприятия. Одним из таких мероприятий, к примеру, могу назвать съезд автомобилей Феррари. Детей отводят туда и показывают все вот эти вот выставки автомобилей. Также, к примеру, в зимнее время два раза в неделю дети ездят на склоны кататься на лыжах и сноубордах. Два раза в неделю. Почему? Потому что, как я уже сказал раньше, 45 минут и вы на горе. Пару слов о расположении школы. Значит, вот сама школа за моими плечами. Вот эта дорога, она ведет в центр Монтрео, где проходит джаз-фестиваль, где знаменитая статуя Фредди Меркери. Там же находится реально 15 минут ходьбы и 5 минут на машине. Там дальше находится центральный вокзал Лягар, куда приезжают поезда из Женевы. И, как правило, если вы прилетаете в аэропорт Женевы, это самое популярное место прилета, к примеру, из Москвы, то из Женевы добраться до Монтрео занимает час 20. То есть, читайте, час 20 и вы уже здесь. Как я уже сказал, Монте-Роза это школа бутикового уровня. Дети здесь учатся и живут. Вот верхние этажи, там находятся комнаты студентов. И мы обязательно с вами посмотрим эти комнаты. Субтитры создавал DimaTorzok Также хочу отметить, что для студентов здесь стараются делать максимально, чтобы удовлетворить их потребности. К примеру, обязательным языком, кроме английского, учатся дети на английском. Обязательным языком, кроме английского, является французский язык. Это второй язык. Далее студенты могут выбрать немецкий язык. Но если студентам необходим, скажем, китайский язык или русский язык, то в школе найдут для вас преподавателей для того, чтобы обеспечить уроки. Так, для одного мальчика из России, которому 8 лет, родители очень хотели, чтобы он продолжил изучать русский язык. Для него нашли преподавателя в Монтрео. И преподаватель приходит, приезжает для того, чтобы проводить индивидуальные занятия. Здесь также нашли преподавателя по китайскому языку и также дают уроки китайского. Это пару примеров того, что можно организовать. Школа имеет богатейшую историю более 100 лет. И одна из ее особенностей, очень важных особенностей, что эта школа семейное образовательное учебное заведение, которое начиналось еще много поколений назад. И если мы зайдем внутрь, то там висят старые картины и стоят статуи еще первых основателей этой школы. А сейчас директор школы, он же пра-пра-пра-внук одного из первых основателей школы. И первая школа была основана в Цюрихе. Сейчас школа находится в Монтрео, естественно. Школа по своему размеру очень небольшая, и в этом ее уникальность. То есть здесь учатся меньше 100 студентов. Естественно, это студенты, в принципе, ученики. Их можно отнести к элите общества. Кто здесь учился, нам не разрешают говорить, потому что хотят, чтобы эти вещи оставались приватными. Одной из особенностей школы является то, что так как она принадлежит семье, здесь и подход семейный. То есть директор школы говорит, что все ученики, которые находятся в школе, это все мои дети. И они стараются в школе удовлетворить самые-самые уникальные потребности. В школе есть свои теннисные корты, есть футбольное поле, баскетбольное поле, настольный теннис, небольшой спортзал. Но, к примеру, если вам нужно что-то, чего нет в школе, то здесь обязательно сделают все возможное для того, чтобы найти то, что вам требуется. К примеру, если вам нужны олимпийские бассейны, то школа, естественно, пользуется дополнительными спортивными комплексами, куда детей отвозят. Субтитры создавал DimaTorzok